Притчи о сокровище, скрытом в поле, об искателе жемчуга и о неводе. Продолжая испытывать апостолов, могут ли они понимать его мысли, скрытые в притчах, Господь сказал им две притчи об искателях истины, то есть правды Божьей. Один человек случайно нашел сокровище, зарытое в поле. Найдя его, он так обрадовался, что пошел, продал все, что имел, и купил поле то. А другой искал хороших жемчужин, и когда нашел одну драгоценную жемчужину, то пошел, тоже продал все, что имел, и купил ее. От Матфея 13, 46. Притчи о сокровище, скрытом в поле, и о жемчуге имеют большое сходство между собой. Та и другая говорят об обретении истины и пути к Царству Небесному, то есть Христа, так как Он есть истинный путь. С той лишь разницей, что в первой притче говорится о внезапном, неожиданном обретении сокровища, а во второй об обретении драгоценной жемчужины после долгого искания вообще хороших жемчужин. Примером внезапно находящих сокровища, которое было скрыто от них, могут служить язычники, впервые услышавшие проповедь апостолов об Иисусе Христе и познавшие через то, что исполнение возвещенной им воли Божией есть единственное средство для вступления в приготовленное для праведников Царство Небесное. Озаренные проповедью апостолов, многие из них бросали все, что раньше привязывало их к земной жизни, и такой ценой приобретали себе величайшее сокровище во Христе. Таких слушателей Слова Божия Иисус уподобил человеку, который, обрабатывая чужую землю, случайно нашел зарытый в ней клад. Чтобы обладать этим кладом, надо было купить Полито. И вот он продает все, что имел, и покупает его, а с ним и найденное сокровище. В те времена, когда люди не могли считать себя вполне безопасными, многие богатые зарывали в землю часть своих сокровищ. Примером искавших истину и нашедших ее только в учении Христа может служить святой Иустин-философ. В сочинении своем «Разговор с Трифоном и Удеем» он говорит, что, будучи еще язычником, он изучил все философские системы того времени и особенно увлекался учением Платона. Но все его знания не давали ему ответа на интересовавшие его вопросы о Боге, о душе, ее бессмертии и прочем, пока один старец, по преданию святой Поликарп, не рассказал ему об Иисусе Христе и пророках, предвещавших его пришествия. Изучив вследствие сего пророчества и Евангелия, он только в них нашел единую истинную и полезную философию. Таким же искателем хороших жемчужин был Этециан, ученик Аустина-философа, нашедший драгоценную жемчужину в Евангелии и многие другие.